Ты понимаешь, что это такое? Да, да. Мы тут голову ломаем всем миром, как нам в системе прописаться в качестве живых, а тут они сами прописывают. Кодовое имя ученица К. У меня вот такие глаза были, когда я это увидел. Вот такие чудеса. Тебя это не смутило, что кодовое имя? То есть это коды. И спросили, как к девочке обращаться. Я сказал, обращайтесь по имени. Полный статус прописать. Да, то есть ваша коллективная воля. Это вообще неприкосновенно. По термометрии перестали трогать. На меня учителя по-другому реагируют. Как? Самый горячий пирожок, самая важная новость. Это весь город уже знает об этом. В коллективе, где есть хотя бы одна женщина, новости распространяются мгновенно. Но там, как мне сказали, ученицам или ученик номер один. Это же номер присвоили. Ты понимаешь, что такое? Завербован такой-то шпион. Фио скрыто. Кодовое имя такое-то. Понимаешь? Зашифровали. А это преступление против человечества. Получается, им это все нафиг не надо. Раз они это все уничтожили, все эти данные, то они им нафиг не нужны для нормального функционирования. Правильно? А зачем они их собирают? Возможно, на этой основе какие-то векселя были созданы. Живой советский человек, суверен мужчина, собственник имени. От руки красной пастой. То есть, главное, чтобы подпись не как в паспорте. Но как только я перевернул и начал крест рисовать, у них появилась реакция. Все, я лонжи закрыл. Мне такое впервые прислали. Я тебе точно говорю, что весь город уже в курсе. Более человеческое отношение. Попробуем. Нет, не пробовать. Делать или не делать. Хорошо. Это слова йоды, не мои. Говорить. Дальше у нас очень интересная тема про ученицу. Кодовое имя ученица К. Сейчас вы поймете, о чем речь идет. Очень интересная тема. Будет отдельное видео. Сейчас просто вам вкратце это все расскажу. Карный такой документ мне прислали. В общем, на меня вышел человек и сказал, что он написал запрет на обработку персональных данных в отношении своей дочери, которая учится в первом классе. Ему пришел вот такой ответ. Не просто ответ, а юридически грамотно оформленный согласно законодательству РФ. И читаем внимательно, да? Вы просто... Я в шоке был от таких формулировок. Муниципальное бюджетное образование. Лицей номер 35. Город Ставрополь. Буквально недавно, 11 февраля. Приказ о ликвидации персональных данных. В связи с поступившим заявлением об отзыве согласия на обработку персональных данных от родителя учащейся первого А-класса, ну дальше, наверное, ФИО идет, Ильев, живого советского человека, суверен мужчины, собственника имени такой-то, ну тут, наверное, тоже ФИО персоны. Приказываю. То есть, смотрите, а роспись-то и печать директора, смотрите, директор признает живого мужчину. Нормально? А смотрите, как расписывается, согласно ГК-19, то есть, с это, фамилию пишут от руки, все как положено. Ну, единственное, инициалы не расписали, но хотя бы фамилию написали, то есть, берут на себя ответственность, печать, все как положено. И круглая, и живая, и штемпель, и копия верна. Все нормально. Юридически это грамотно составленный документ. Читаем дальше, самое интересное впереди. И приказываю создать комиссию по уничтожению бумажных и электронных носителей, хранящих персональные данные, учащихся первого класса в составе. Дальше идет председатель, так, заместитель директора. Заместитель директора, уполномоченный по правам ребенка, расписывается. О, как! То есть, тоже вот это вот все признают живого советского человека. Специалист по кадрам. Акт уничтожения персональных данных предоставить в учебную часть трехдневный срок. То есть, это все быстро происходило. Закрепить за учащийся первого класса, тут, скорее всего, имя, отчество, фамилия, кодовое имя ученица К. А? Как вам такое? Кодовое имя ученица К. У меня вот такие глаза были, когда я это увидел. Это похоже на какой-то шпионский сериал. Как мне потом поведали, это очень похоже на документ, который обычно составляется полицейскими там или какими-то спецслужбами в отношении этих так называемых скрытых агентов или информаторов. Короче, фио прячет таким образом. И присваивают кодовое имя. То есть, некий информатор под кодовым названием такой-то. Какой-то шпионский сериал, вы смотрите. Кодовое имя ученица. Ученица с большой буквы. Ученица К. Вот это да. Так, классному руководителю изменить данные в личном деле. Вести строгий контроль. В учетной записи системы Аверс изменить фио. Обучающийся на кодовое имя. То есть, она там теперь будет записана ученица К. Так, если можно на ученица К поменять, так можно и на живая девочка такая-то. Значит, можно и не только в системе Аверс, но и в системе РАИ-БД, которую использует полицейский, изменить на живой мужчина, хозяин имени Антон. Как вам такая идея? Еще раз показываю. Изменить фио, обучающийся, на кодовое имя и вести учет успеваемости и посещаемости, как и прежде. Так, информировать врача, закрепленную за лицеем, о необходимости уничтожения носителей, содержащих любые персональные данные. Ученица первого класса. Ну, тут это, скорее всего, это имя, общество, фамилия. Так, ответственность за выполнением данного приказа оставляю за собой. Ну, забыли просклонять слово приказ. Так, а вот тут уже не по ОГК РФ. То есть, директор на себя ответственность не взяла, а взяла некая другая женщина, которая заверила данную копию. А дальше идет список. Вот он акт об уничтожении персональных данных 12 февраля. То есть, они прямо на следующий же день это сделали. Комиссия в составе таком-то рассмотрели воле заявления законного представителя, живого советского человека, суверен, мужчины, собственника имени такого-то. Комиссии было произведено уничтожение следующих документов. Копия свидетельства о рождении, копия страниц паспорта матери учащихся с личными данными регистрации места жительства, копия страниц паспорта отца учащихся с личными данными регистрации места жительства. То есть, копии паспортов родителей были там. Это не все. Личное дело учащихся с личными данными регистрации места жительства, личными данными родителей, заменено на личное дело под кодовым именем. Представляете себе дело? Ну, прям какой-то сериал про этот. 17 мгновений весны. Характеристика на ученицу К. Согласие на обработку персональных данных учащихся, содержащие личные данные матери учащихся. Вот тут не ясно. То ли дочка дала согласие, то ли мать за нее. Так, копия с НИЛС, содержащая личные данные, электронные данные системы Аверс. Для ведения учета успеваемости запись произведения под кодовым именем ученица К. Так, уничтожение информации произведено путем измельчения и удаления данных из системы СЖ, гарантирующим полное уничтожение персональных данных. Ну, я сомневаюсь, что информацию в электронном виде можно как-то измельчить. Это как так? Так, основания для уничтожения персональных данных воли изъявления родителя учащихся. Воли изъявления. Акс составлен в двух экземплярах подписи. Во, во, председатель комиссии написала, согласно ГК-19 РФ, свою фамилию. Отлично. И здесь то же самое. Отлично. Все. Документы имеют юридическую силу. Вот такие чудеса. Всем привет. Запись стартовал. Смотри, у меня несколько вопросов по этому документу, который они составили. Приказ о ликвидации персональных данных. Но то, что он юридически грамотно составлен, это факт. То есть, они юридическую силу придали данному документу. То есть, они тут фамилии расписали, заверили. Меня интересует, почему они, ты обратил внимание, что они присвоили кодовое имя ученица К, причем с большой буквы. Конечно. Тебя это не смутило, что кодовое имя, то есть, это КОД. Смотри, ситуация какая. Система каким-то образом должна видеть этого человека. То есть, если не будет никаких имен, то система не сможет с этим человеком работать. А они как-то согласовали с тобой вот это, ученица К? Нет, не согласовывали. А ты... У нас уже был... Подожди, подожди. А у тебя есть... У меня вот такая сразу мысль возникла. Ну, взять им, написать в Улья Зеленье, что я хочу, чтобы там было не кодовое имя, а под именем, то есть, живая, живорожденная девочка там, допустим, Светлана, ну, Екатерина, вот тут по букве К подходит, Екатерина была, это, это, к ней обращались, допустим, Екатерина из рода Ивановых, дочь там Ивана, вот так вот, чтобы это, как бы по-славянски более-менее. Вот там как ситуация была, ко мне подошли, когда передавали это письмо, и спросили, как к девочке обращаться. Я сказал, обращайтесь по имени. То есть, в школе к ней будет обращаться, ну, как к человеку к живому, к живой девочке Кристина, или там Екатерина, или там еще как-то. Вот. А в самой системе будет за ней закреплено вот это кодовое слово. Я не знаю, имеет ли смысл в систему вводить живая девочка такая-то, из рода такого-то. Так имеет, смотри, я что просто сообразил сразу, если вот у них тут есть система какая-то, да, это учет электронного, аверс, так называемый. Да, да, да. Если они туда могут ввести вот это вот ученица К, причем с большой буквы, то почему они не могут записать туда живая, живорожденная девочка Екатерина, с собственным именем Екатерина, из рода Ивановых. Я понял, понял. Ты понимаешь, что это такое? Да, да. Мы тут голову ломаем всем миром, как нам в системе прописаться в качестве живых, а тут они сами прописывают. Честно говоря, не думал так. Так ты подумай, это же очень важный момент. Благодарю, да. Это хорошая идея. Я подумал. Пиши воле земления. Ты не пиши про это кодовое имя ученица К. А, ты вообще можешь написать запрет. Я налагаю запрет на любые кода, шифры и кодовые имена, и в том числе кодовое имя ученица К. Я хочу, чтобы в системе это было прописано. Живая там, ну, сам подумай, как у тебя срезонирует твое внутреннее ощущение. Согласуй с дочкой, согласуй с женой. Ну, я понял. Полный статус прописать. Да. И вы даже это. Там и жена может расписаться, и дочка. То есть, ваша коллективная воля. Это вообще неприкосновенно. Ясно? Хорошо. Хорошо. Добро. Подумаю над этим. Идея хорошая. Ты мне скажи, как это, со слов дочки, что-то изменилось в школе, отношение к ней? Пока сложно сказать, потому что буквально несколько дней всего прошло. Ну, как несколько дней? 11 числа уже 24-й, 13 дней. Ну, там-то выходные были. По термометрии перестали трогать. Но я еще и писал запрет на термометрию. Вот. Сказать, чтобы поменялось, ничего не могу сказать. Отношения учителей? Меня учителя. Чего? На меня учителя по-другому реагируют. Как? Вот, когда захожу в школу, сразу несколько человек подходят. Зачем? Подходят, спрашивают, что да как. Отношения более человеческие, могу так сказать. Но оно, как тебе сказать, вынужденное или искреннее? Не смотрел под этим углом, не могу сказать точно. Да как не смотрел? Это самое важное. Еще особо не общался, честно скажу. Вот у меня сегодня... Ё-моё, ты зачем вот это все сделал? Это, как говорится, тоже очень важная составляющая. У меня сегодня еще будет к ним обращение. Вот. Как раз пообщаюсь. Ну, а когда ты заходишь, как они тебе обращаются? Живой советский человек? Суверен мужчина? Нет, нет, никак не обращаются. Потому что, когда захожу, в основном там учителя, охрана, они не очень в курсе про это все. Да в курсе, в курсе. Нет, так ко мне никто не обращается. Ты что, ты что, ты что, ты что ты мне рассказываешь? Такие вещи сразу доносятся, это как самый горячий пирожок, самая важная новость. Это весь город уже знает об этом. Возможно. Да невозможно, я тебе точно говорю. В коллективе, где есть хотя бы одна женщина, новости распространяются мгновенно. Да. Да. У нас прецедент какой был? Я встречался с одним человеком в Ставрополе. Я не первый здесь такой. В одной из школ был прецедент. То же самое запретили персональные данные. Но там, как мне сказали, ученицын или ученик номер один. Номер? Вот это вообще жесть. Ни в коем случае нельзя это делать. Это же номер, номер присвоили. Ты понимаешь, что такое? Ну, я этих людей не знаю. У меня связи с ними нету. Это вот через третьи руки дошла информация. То есть, прецедент был создан, не мною. Я просто как расширил окно. Просто когда я увидел вот это вот кодовое имя ученица Ка, у меня сразу вспомнился этот фильм «17 мгновений весны». То есть, завербован такой-то шпион, фио скрытое, кодовое имя такое-то. Понимаешь? Зашифровали. И то же самое в этих… Надо подумать, да. И то же самое в этих концлагерях было. Ни имен, ни фамилий, ничего. Только номера на груди. Номер такой-то явился. А это преступление против человечества. Согласен. Так вот тебе вот обязательно надо что-то с этим сделать. Потому что у тебя сейчас дочка ходит в системе под кодовым именем. Даже если они там внутри все знают в школе, что к ней нужно обращаться по имени, допустим, Екатерина. А любая другая там со стороны любой поднимет данные вот из этой системы. И он увидит кодовое имя Ка, ученица Ка. К ней так и будут обращаться. Ее так и запомнят. Что написано пером, то не вырубить топором. Так вот надо прописать именно, что она живая. Живорожденная девочка. Я уже понял идею. Попробуем. Нет. Подумать надо. Нет, не пробовать. Делать. Или не делать. Хорошо. Это слова йоды, не мои. Говорит. Ты мне скажи, вот я посмотрел список, да, сколько документов они уничтожили. Тут какие-то копии страниц, паспорта, там, согласие, снилсы. Вот, получается, им это все нафиг не надо. Правильно? Ну, это все при поступлении в школу, когда договор подписывается, они берут копии паспортов. И снился, я так понимаю, это снился ребенка. Нет, так вот я тебе не о том. Я тебе говорю, что раз они это все уничтожили, все эти данные, то они им нафиг не нужны для нормального функционирования. Правильно? В общем-то, да. Ну, а зачем они их собирают? Хороший вопрос. Для контроля. Если можно собрать, что-то не собирать, как говорится. Да нет. Просто так ничего не делается. Даже мухи не плодятся. Понятно, понятно. Чем больше знаешь об объекте управления, тем легче управлять. Нет, тут, скорее всего, другое. Тут создание учетных записей и, как тебе сказать, возможно, на этой основе какие-то векселя были созданы. Ну, для векселя не нужно персональные данные такие расширенные. Там достаточно имя, отчество, фамилия. Ну, там ограниченные персональные. А здесь собираются, я так понимаю, все. И медицинские данные, и об образовании, и психологические данные, и семейные данные. Понимаешь, тут не только для векселя. Я думаю, что задача более глубокая. Так, а само вылезавление ты как это заполнил? Что ты написал? Роспись какую-то поставил. Я писал красной ручкой все. Вот смотри. Живой советский человек, суверен мужчина, собственник имени. Дальше знак копирайта. Двоеточие имя, двоеточие отчество и двоеточие фамилия. Вот как у Мецлера, у Димы. С маленькой какой писал имя, отчество, фамилия? Нет, с большой, но не капс локом. По правилам русского языка писал. От руки написал, да? От руки красной пастой, да. А так, а потом писал имя, отчество, дочь. Да, потом в тексте, вот где моя дочь, живая девочка. И тут писал то же самое. Имя, отчество, фамилия. Ученица такая-то. Угу. Сейчас, подожди секунду. Давай, давай. Так, подожди, сейчас я допишу этот имя, 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 фамилия, да, вот для девочки. Угу. Так, потом по тексту, что тут еще есть. Вот тут перед, в самом конце, тут что-то перед все имущества и иные права сохранены без ущерба. У тебя тут прочерк стоит, там что, роспись? Нет, вверху я написал день. Как написал? Циферка. Число цифрой, потом февраля словом и цифрами год. Ага. А внизу, в самом, роспись как поставил? Просто имя написал. Как? Ну, допустим, Иван и все? Да, да. С большой, с маленькой буквы? С большой буквы. То есть, главное, чтобы подпись не как в паспорте. Вот, я так понимаю, это имеет то же значение. И то, что имя присутствует. Это ГК-19 действует, приобретает права под своим именем, отчеством и фамилией. Да, да. Я сейчас тоже начал писать имя, отчество и фамилия, а также через двоеточие, только маленькими буквами. И не так, как в паспорте. То есть, я пишу Антон. Ммм. Так, ну я документ подготовил. Я советую маленькими все писать. Как уже народ решит, пускай сами решают. Тут еще момент. Смотри, важный момент. Когда у меня это письмо принимала секретарь, она, как обычно, поставила штампик и просто подпись. Требовать нужно, чтобы полностью расшифровали подпись, должность указали, того человека, который письмо принимает. Тогда это имеет юридическую значимость. Вот это важно. Да, да, да. Чтобы она штемпель поставила, я тоже всегда требую имя, отчество, фамилия полностью, без инициалов. То есть, чтобы она от руки это все нарисовала. Потом поставила роспись, дату, время, название должности и штемпель. И номер входящего. Ну, вот у меня все это стоит, кроме одного. Все-таки написала инициалы. А, вот это плохо. Ну, если она фамилию написала, то это уже хорошо. Фамилия написана, да. Фамилия и инициалы. Должность расшифрована. И подпись. Как минимум должна написать фамилию от руки. Как минимум. Да, от руки. Все написано. Я сейчас в садик такое же пишу, волеизъявление. Немножко я внес коррективы небольшие. Вот внизу я теперь пишу. Ссылки на законы и нормативно-правовые акты Российской Федерации не являются акцептом этих законов и нормативно-правовых актов. Вот такую строчку я решил добавить. Потому что есть мнение, что когда ссылаешься на законодательство, ты его тем самым признаешь и акцептируешь. Так у тебя же и вон написано без акцепта. Это перекрывает. Возможно, но я решил еще прописать. Да невозможно. Раз ты автор, ты имеешь право трактовать. И в любом случае, если ты это осознаешь, ты можешь это пояснить. Логично? Логично. А, поясни, пожалуйста, что такое регресс? Без регресса вот у тебя написано. Это из вексельного права. Это я в курсе. Что это означает в двух словах? В двух словах это чтобы не стать соответчиком. Я не знаю, что делают по вот этим документам. Как они с ними поступают, я не знаю точно. Есть предположение, что из этого они могут сделать вексель. Запросто. Чтобы этого не произошло, пишу безоборотный индосамент и указываю вот эти вещи. Ты правый нижний угол не закрывал? Он у меня закрыт. А чем ты его закрывал? А там же имя мое написано. Ну, а ты его стараешься в самом нижнем правом месте, да? Да, да, да. Вот ниже, насколько позволяет принтер напечатать низко, настолько я печатаю. Самая нижняя строка. Не, не, не. Надо еще отдельно от руки закрыть прям самый уголочек. Я обычно там пишу двойточие, вон тон с маленькими буквами. А, нет, такого не делал. Закрывай на будущее. И обратную сторону тоже закрывай. Как минимум крест на всю страницу с обратной стороны. И также правый нижний угол закрыть именем. Я не крест, я вот букву Z поставил. Ну, можно Z, но так, чтобы закрыть правый нижний угол. Хорошо, буду иметь в виду. Потому что я тебе говорю, я когда психушке заполнял волеизъявления на отказ от вмешательства, они, я там писал, я живой мужчина, хозяин имени Антона, вообще ноль реакций. Но как только я перевернул и начал крест рисовать, у них появилась реакция. То есть они надеялись из моего волеизъявления сделать вексель. Но когда я там крест поставил, все, я лонши закрыл. Угу. Ну, молодец, я тебя поздравляю, ты создал, ну, как бы... Ну, одарю. В моем мировоззрении имперцидент однозначно. То есть я, мне такое впервые прислали. Но единственное, что мне не понравилось, это вот это кодовое имя ученица К. С ним надо что-то делать обязательно. Подумать надо, да. Подумай. И это, ты что, обязательно узнай, что там, какая реакция. Поговори с дочкой, что там, как изменилось отношение. Поговори там, я не знаю, сходи на родительское собрание, посмотри, понаблюдай. По-любому там это, пошла какая-то это, реакция. Я тебе точно говорю, что весь город уже в курсе. Ну, вот только могу сказать, что по-другому разговаривают. Более человеческое отношение. Специально, не специально, не могу сказать. Скорее всего, все в курсе, да. Вынуждена, потому что высшее руководство донесло. Возможно. Так, ну все, у меня все вопросы. Благодарствую. Если что, на телефоне. Созвонимся, поговорим. А, твои контакты могу дать или не стоит? Электронную почту дай, я прислал тебе. Просто не всегда есть возможность по телефону разговаривать. Добро. Хорошо. А по почте, пожалуйста, я отвечу. Добро. У меня сейчас вот задача написать такой же в детский сад на сына. Я уже написал сегодня, забыл отнести. И в поликлинику хочу то же самое, чтобы перестали обрабатывать персональные данные, в том числе медицинские, и забрать медицинские карты. Тут же, тут же, подожди. Вот это не случайно ты забыл отнести? Тут же воля изъявления на как именовать, как обращаться, как вести учет. Да, согласен. Уже перепишу сейчас. Согласен. И неотъемлемая часть подшивай, сшивай нитками, закрывай обратные стороны крестами. Делай по уму все. Это очень важно. Согласен. Смотри, информация такая проскочила, что карты, которые хранятся в поликлиниках, они без нашего ведома заполняются. То есть, нам могут оказывать какие-то услуги. Не встречал такую? Да сплошь и рядом. Мне вон эти... А всякие афганцы, ветераны боевых действий говорят, пришли, узнали, что можно получать какую-то льготу, типа там, ну, сухпайок, там еще что-то. Приходят, говорят, а вы все получили, вы уже пять лет все получаете. Вот ваша роспись. Класс. Ну, вот карты хочу забрать, чтобы туда не вносили никакие записи. А, так это обязательно надо забрать. Вот. На все время не хватает, поэтому по чуть-чуть. Как-то так. Все тогда на сегодня? Да, благодарствую. Взаимно благодарю. Все, всего хорошего. Давай, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok